Таинство Евхаристии Таинство нашей веры, о котором сегодня пойдет речь, называется Евхаристией, или Причащением. Совершается оно во время Божественной Литургии. Главного богослужения Православной Церкви установил это Таинство Сам Господь Иисус Христос во время Тайной Вечери, своей последней трапезы с учениками накануне страданий и смерти. Он Сам совершил Таинство Причащения, взяв хлеб и возблагодарив Бога Отца за все Его милости к роду человеческому. Преломил и подал ученикам, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Также, взяв чашу и возблагодарив, подал им, говоря, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Заповедь Христа «Сие творите в мое воспоминание» означает, что Таинство Евхаристии будет совершаться в Церкви за Божественной Литургией до скончания века. В беседе с народом Иисус Христос сказал, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущие Мою плоть и пьющие Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу Его последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущие Мою плоть и пьющие Мою кровь пребывает во Мне, и Я в Нем». Во время Литургии хлеб и вино силой и действием Святого Духа прилагаются или присуществляются в истинное тело и в истинную кровь Христову. Хлеб для причащения употребляется один, потому что все верующие во Христа составляют одно тело Его, глава которого есть Сам Христос. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». В сущности, каждая литургия является ничем иным, как тайные вечери, на которые все присутствующие находятся за одной трапезой с Богом. Это означает, что Бог считает нас достойными Себя. Но все наши чувства и наша жизнь говорят об обратном. Мы несовершенны, несвободны и безнадежно далеки от Бога. Однако тот, кто способен это понять и пережить, как раз и может приблизиться к Богу и разделить с Ним трапезу. Сила Божия в немощи совершается, в нашей осознанной, выстраданной немощи и в желании преодолеть, восполнить ее божественной силой и благодатью Святого Духа. В таинстве причащения через неизъяснимое действие Святого Духа мы становимся участниками благодатной жизни в Боге. В этом заключается дар, который дает нам Господь в Евхаристии. Но само слово Евхаристия переводится с греческого как «благодарение». Так в чем же благодарение? Что мы можем принести Господу? Хлеб и вино, но они и так принадлежат Ему. Да и мы сами всецело принадлежим Творцу. Ведь Он призвал нас из небытия и дал нам жизнь. Он наделил нас всем, что мы есть и что есть у нас. Что же мы можем принести? Что было бы действительно нашим благодарением? Святой Максим Исповедник говорит, что Бог может сделать все, кроме одного. Самую малую из Своих тварей Он не может заставить Себя полюбить, потому что любовь – наивысшее проявление свободы. Единственный дар, который мы можем принести Богу – наша любовь. То есть благодарение – это вся наша жизнь, отданная и посвященная Богу. Все наши дела, чувства и мысли. Все без остатка, как это и бывает в настоящей любви. Но тогда остается вопрос. Почему благодарением называется именно эта служба, именно литургия? Как здесь проявляется наша любовь к Богу? За столетия до того, как пришел на землю Христос, этот вопрос ставил себе псалмопевец Давид, и ответ, который он дает, насколько неожиданный, настолько и верный. Он говорит, «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне. Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу». В самом деле, наивысшее выражение благодарности – это способность принять дар всем сердцем. просто принять, без всякого желания чем-то за Него заплатить, принести что-либо за Него взамен. Если мы способны принять дар искренне, всей душой, мы выражаем этим наше доверие, нашу уверенность в том, что любовь дающего совершенна и что она действительно нужна нам. Когда мы принимаем дар подобным образом, мы приносим радость и тому, кто от всего сердца дарит. А дарит нам Господь самого себя, свои тела и кровь, свою жизнь. Каждый раз, приходя на Божественную Литургию, мы оказываемся на Тайной Вечере, где Господь, воздав хвалу Богу Отцу, берет хлеб, благословляет Его, преломляет и дает всем нам, говоря, «Примите, едите, сие есть тело Мое, ежезавы ломимое». Потом Он берет чашу с виноградным вином, также благословляет ее и подает нам, говоря, «Пейте от нее вси, сия есть кровь Моя, Нового Завета. Я же за вы и за многие изливаемое во оставление грехов». Для верующего человека в Таинстве Причащения заключена возможность достичь главной и единственной цели своей жизни – приобщиться самого Божества. Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok